Всем привет, с вами я Артём. Темой сегодняшнего видео будут русские карты. Если вы не смотрели прошлое видео, то переходите в плейлист, находящий в описании. Со временем будет расширяться и выполняться новыми видосами. А перед началом, как всегда, по традиции, оставьте комментарий, стоящий минимум в четырёх слов. И обязательно смотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в логаритме Ютуба. А сегодня я покажу вам 10 русских карт, найденных в мастерской Гаррис Мода. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Огости! Огости! Тормоеды! Начнём мы сегодня с комнаты Озона. Обычным пользователям, незнакомым с нижним интернетом, слово Озон, скорее, напомню, в популярном интернет-магазине. А вот алды этого самого нижнего интернета, при упоминании этого слова, будут ловить жёсткие флэшбэки, начало которым было положено аж в далёком 2005 году. Озон, также известный как Озон 671 Games, это легендарный обзорщик и по совместительству трэш-стример, начавший свою деятельность почти 20 лет назад на богом забытой платформе видеомейл.ру. Начиналось всё очень лайтово. Он записывал всякие обзоры на игры, магазины, да и просто всякие смешнявки. Свою известность данный сапш получил уже к 2010 году, когда записал уничижительное видео про Мэдисона, представившись блогером с 16 годами геймерского опыта. Илью назвал лохом, дебилом и тем чуваком, который вообще ничего не понимает в играх. Позже он нелестно высказывался и в сторону Камикадзе Ди, Максима Голополосова из Плюс 100500, Ивана Гамаза и Ивана Маса. Список на самом деле в разы больше, но не суть. Озон перешёл на стримы и начал превращаться в самого настоящего трэш-стримера. Сейчас всё узнает по всяким нарезкам, в которых он бьёт стены, бьёт под стол и рубит при помощи мачете свой стул. Озон 671 Games Room это буквально комната Озона. Она воссоздана хоть и не со стопроцентной точностью, но какие-то общие базовые моменты здесь просматриваются. В комнате имеются интерактивные ящики и телевизор, активировать который можно нажать им на пульт. Комната очень маленькая и рассказывать о ней как-то больше нечего. Так что движемся дальше. Дальше у нас идёт Ванамас Арена. Да, как вы поняли, речь сейчас пойдёт ещё об одном властителе нижних интернетов. Или вернее о карте, очень тесно связанной с этим персонажем. Говорить о Сабже плохо, очень опасно. Он может выследить и перегрызть глотку. По сути, это ещё один мега-лодскульный обзорщик из времён Палеозоя. В 2008 году Иван зарил канал под названием Ванамас и начал вкладывать до всякие видосы. Поначалу это были всякие сальто, прыжки и прочая неведомая акробатическая фигня. Спустя год Ванамас, насмотрея шесть всяких Мэдисонов, начал производить ролики на игровую тематику. Сначала это были всякие смотры и обзоры на игры. Чуть позже Ванам стал делать ещё более трэшовое шоу под названием «Глубокая аналитика». А также прочие передачки сомнительного качества по типу Ванамасити. Чуть позже он подружился с Сергеем Симоновым и сделал несколько обзоров на элитные авто. Также успел поконфликтовать с Мэдисоном, Хованским, Нефёдовым, тем же Озоном и даже Абдуловцами, которые по итогу забанили ему канал. В сентябре 2019 года Ванамас на своём канале анонсировал открытие собственного компьютерного клуба под названием «Ванамас Арена». Клуб, как и ожидалось, оказался провальной затеей. Идея открывать клуб в 2020 году сама по себе довольно сомнительная. Так ситуация ещё и усугубила всем известный вирус. В итоге в ноябре 2020-го арена закрылась. Если вы мечтали попасть в этот клуб, но из закрытия у вас это не получилось, то данная карта к вашим услугам. Вы можете походить, посмотреть на компьютер и ознакомиться с Бибараном, который по какой-то причине лежит на столе у Ваноа. Никаких интерактивностей здесь нет, но оно и не страшно. Как говорится, затерпим. Территория ограничена лишь главным залом. Выйти, к примеру, на улицу у вас не получится. Третья карта называется «Вкусная точка». Да, это та самая вкусная точка, пришедшая на замену Макдональдсу. Ни в первом, ни в втором я не питался. Так что говорить о качестве продуктов не могу. Мне по душе больше домашней еда, а не все эти гамбургер, чизбургеры и прочие вредности. Да и при желании тот же гамбургер можно без каких-либо проблем сделать себе дома. Визуально карта очень приятная. Прямо чувствуется этот вайп вкуса очка. Единственное, здесь разве что не хватает людей. Но эта проблема очень легко фиксит со спауном NPC. На столах, кстати, стоит еда, но почему-то никого нет. Такое ощущение, будто бы начался апокалипсис, все резко куда-то убежали. Оказаться во вкусе очка во время апокалипса, это, конечно, мощно. Сам, скажем так, ресторан выглядит приятно. Но вот на улице створится какая-то жесть. Начнем с того, что здесь по какой-то причине стоит американская полиция. Но это еще полбеды. За пределами зоны ресторана просто ничего нет. Здесь какие-то белые текстуры из хаммера и все. В принципе, это не проблема, но выглядит как-то странновато. В целом, карта очень даже приятная, но имеет с некоторой странности. Следующая мапа называется ТТТ Килл Рил Леха Двор. Как я понял, это двор взятый из реально существующего города в России. Карта очень сильно напоминает работы Смита, такие как Высотка и Квартал. Но это неспроста, ведь текстура взята именно оттуда. Мапа создавалась до режима ТТТ. Но из-за огромных размеров играть тут в ТТТ будет не особо удобно. Помимо самого двора здесь есть входибельный подъезд по рачке квартиры и лифтом. А также какие-то непонятные подземные лабиринты с телепортами. Текстуру в квартирах хоть и сделаны всякие фотографии, но выглядит все это очень даже неплохо. Было реально приятно ходить по всем этим квартирам, взглядывать текстуру и кека из мемов. Кстати, да, мемы здесь тоже присутствуют, так что Вам будет не скучно. Если с верхней частью карты более-менее разобрались, то вот с подземной тут все куда сложнее. Как я уже и сказал, под картой есть какие-то лабиринты с телепортирующими шарами. Что там в конце, я не знаю. Карта, на удивление, очень атмосферная. Да, у нее есть некоторые проблемы, но делалась она с душой и это чувствуется. Дальше у нас идет Крамерск. Маппы создавал специально для сервера LightRP, сделанного в сеттинге криминальной России. Крамерск это небольшой промышленный город Ленинградской области, который никогда не славился выдающимися результатами и уровень жизни в нем оставлял желать лучшего. Недалеко от города находится деревня Пухово, где хоть как-то можно укрыться от городской суеты и беспредела. Карта включает в себя множество точек интереса. Здесь вы найдете шахты, больницу, деревню, церковь и кучу всего другого. Почему-то именно деревенская местность мне понравилась больше всего. Здесь так тепло и уютно, что не хочется отсюда уходить. Есть ли у этого города какой-то реально существующий аналог, к сожалению, неизвестно. По лору он находится в Ленинградской области. Вполне возможно, что его реальный прототип находится там же. На карте присутствует огромное количество мемесов, благодаря которым эксплорировать эту карту становится в разы интересней. Шестая карта называется Чистоводие. Что такое Чистоводие? Как гласит описание, Чистоводие это огромный бассейн и баня и отличное место для того, чтобы провести день с своими друзьями и родственниками. Одним словом, перед вами эдакий банный комплекс, учащий себя все удобства. Вы можете попариться в банке или поплавать в огромном бассейне. Ну или сделать и то, и другое. Здесь вас никто не ограничивает. Это первая карта автора, так что не судите строго. Да и если серьезно, сделана она очень даже неплохо. Местами, конечно, ощущается какая-то пустоватость. Но стоит выйти к баням, как сразу же начинает ощущаться приятный такой вайп. Мапа немного отдает какими-то лиминальными пространствами. Возможно, это из-за того, что здесь нет никаких окон и выходов на улицу. Мы как будто бы закрыты в подвале, из которого нет выхода. Территории здесь небольшие, особо не разгуляешься. Но учитывая, что это все-таки баня, а не какой-нибудь там торговый центр или РП-карта, то оно, в общем-то, нормально. Дальше у нас идет ГМ Каттедж Ремейк. Я, как любитель всяких деревенских и дачных карт, просто не мог пройти мимо этого шедевра. В одном из моих прошлых видосов мы рассматривали карту под названием ГМ Брежневка. Автор решил не останавливаться на достигнутом и запилил еще одну имбовую карту. О ней, собственно, сейчас и пойдет речь. Дача Ремейк – это ремейк старой мапы Дачи 2002. На этот раз карта сделана куда качественнее и выглядит намного симпатичней. Здесь, хоть и нет такой дикой поработки, как о какой-нибудь дачном поселке или сосновке, но, тем не менее, у карты все равно получается удивлять и вызывать те самые теплые ламповые чувства. Кстати, здесь имеются всякие секреты и пасхалки. А это сразу плюс три балла крутости. Благодаря им хочется исследовать здесь вдоль и поперек. К минусам можно отнести слабую оптимизацию. В некоторых местах происходят странные просадки. Причем как с фонарем, так и без. Ну а так, в целом, погулять здесь было довольно интересно. Будем надеяться, что автор на этом не остановится и продолжит создавать русские мапы. Восьмая карта называется АЗС «Русская деревенская заправка». Эта заправка является реально существующим местом, в котором автор бывал в детстве. Карта была сделана в преддверии Нового года и имеет приятный новогодний вайп. Так же, как и в ситуации с комнатой озоны в Аномас-ареной, погулять можем лишь по небольшой ограниченной территории. На карте есть юзабельное радио, при активации которого вы услышите песню «Запираться» и другие приключения Шурика. Хотелось бы рассказать больше, но поскольку мапа не такая уж и богатая предыстория, а территория ограничена одной небольшой заправкой, то и рассказывать тут даже как-то больше-то и нечего. Атмосферненько, но мало. Хотя, учитывая, что эта карта сделана по воспоминаниям из детства, то все вопросы сразу отпадают. Следующая карта называется «Одна ночь из зимы в селе». Честно, я даже не рассчитывал на что-то качественное и уж тем более интересное. У мапы нет ни скриншотов, ни какого-либо внятного описания, ни оценок. Но, по крайней мере, их не было на момент, когда я на нее только наткнулся. Ни для кого не секрет, что за отсутствующими скриншотами, как правило, скрывается какой-то трешак, на который даже не хочется тратить свое время. Я все-таки решил посмотреть, что же это за мапа и был приятно удивлен. За простым, я бы даже сказал, отсутствующим оформлением скрывало самое настоящее золото. Это небольшая хор мапа про человека, проживающего в селе. Вы занимаетесь обычными поседневными делами, как вдруг начинает происходить какая-то чертовщина. Карта очень короткая и проходит с минут за восемь. Говорить что-то про сюжет, я думаю, не стоит. Лучше сами зайдите и ознакомьтесь с данным творением, иначе вам будет просто неинтересно. Карта визуально напоминает «Осень 2001» и «Сторкейс». Надеюсь, автор не забьет и продолжит создавать подобные мапы. Карта получилась реально годная. Десятая мапа называется «Магазин 364 дня». Да, это тот самый магазин с канала «Мой магазин продуктов 364 дня». Если коротко, то есть некая Ольга, есть у нее собственный магазин, название которого я повторил уже два раза. Она работает без выходных и ведет свой канал на ютубе. Большую часть времени будете наблюдать самый обычный рабочий день в продуктовом магазине. Но иногда к ней заваливаются всякие маргинальные личности. Они начинают валяться на полу, танцевать и устраивать прочий трэшак. Формат, конечно, необычный, но если людям нравится, то ладно. Почему-то все это мне напоминает какие-то трэш-стримы. Но опять же, жесть там происходит нечасто. Да и контент выходит в формате видосов. Так что это немного другое. Мапа позволяет вам погулять по этому самому магазину. Вы можете отыграть Ольгу и прочувствовать на себе, что такое работа без выходных. Помимо магазина, здесь также есть и улица. Только там практически ничего нет. Так что выходить туда бессмысленно. Также здесь есть и радио. При активации которого вы услышите песню. А на этом сегодня все. Обязательно пишите в комментариях, какая из карт вам понравилась. Рассказывайте о других найденных вами русских картах. А также делитесь этим видео своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, собираем всех уведомлений. Также не забывайте ставить группу ВКонтакте. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Залетайте на наш срывок в Дискорде. А также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, Black Rainbow. Хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.